Придор через армянский Сюник в Нахичеван. Потому что Армения в последнее время выступила своей инициативой. Она предложила автодороги свои внутренние для того, чтобы Азербайджан связался с Нахичеваном. И еще там был согласован, по-моему, вопрос строительства железной дороги, но до сих пор не был приведен в исполнение все это. — Какова позиция России по армянскому сценарию разблокирования транспортных коммуникаций? В данном случае речь идет о том, что Армения предложила вот три дороги для того, чтобы Азербайджан связался с Нахичеваном. Азербайджан требует коридор сопоставимый или соразмерный тому по характеру или по статусу, который есть между Арменией и Нагорным Карабахом через Лачинский коридор. — Вы знаете, коридорная тема, она часто предмет спекуляций многочисленных. И реально понять, в какой тональности происходит подобный диалог, крайне сложно. В Москве нужны коридоры, Москва говорит об их важности. Тогда есть выход через нее на широкий Ближний Восток. И это, очевидно, важно. И Армения, в принципе, готова определенным образом способствовать реализации этой цели. Но я бы, честно говоря, четко, жестко не подписался бы под тем, какая позиция существует официально. Потому что данная тема обсуждается в самых общих тонах, в самом общем виде. А в паблик утекает крайне мало. Поэтому на сегодняшний момент сказать крайне сложно, да, как это все будет происходить. Я думаю, что Москва не хотела бы, чтобы кто-то диктовал ей свою волю, но в то же самое время в коридорах она заинтересована в условиях санкционного давления, в условиях того, что европейское направление, так сказать, весьма жестко заблокировано. Вот, наверное, общие какие-то соображения. Продолжение следует...